Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне очень плохо, после 10 лет совместной жизни, из них 3 года в браке, отношения с мужем зашли в тупик. Я даже не знаю, как можно кратко описать всё, наверное, никак. Последний лист, как мне кажется, стал более холодным, сильные конфликты из-за пустяковых ситуаций. В интимном плане тоже стало намного меньше желания, постоянные упрёки и претензии, и каждый видится по-своему, никто не идёт на уступки, грубость, оскорбление. Измены и любовницы точно нет. На днях очередная ссора и пошёл серьёзный разговор о разводе. Как это можно принять? Как принять развод? Как после стольких лет можно отпустить человека? У нас также есть ребёнок 3 года. Ну, судя по всему, здесь вы говорите о нескольких противоречивых ситуациях. То есть, с одной стороны, оскорбление, тупик, нежелание идти на уступки. С другой стороны, как бы невозможно человека отпустить. Это странно. Потому что, если вы не желаете идти на уступки, если вы видите всё по-своему, то совершенно очевидно, что вы изменили. И пора бы расходиться. А если расходиться вы не хотите, то либо у вас привязанность от мужа и зависимость, либо к нему чувства. И чувства должны быть стать мотиватором для того, чтобы идти на встречу. Поэтому, в первую очередь, нужно разобраться с тем, от чего вам конкретно плохо. Второе, нужно описать всё не кратко, а на консультации полноценной. Третье, это взять на себя личную ответственность за то, что происходит в ваших отношениях, свою, по крайней мере, часть, и решить, что вы хотите с этим делать. Следующий момент, вы говорите, что вам кажется, что муж стал холодным, и для вас это значит. Да? Вот. Ну а что касается конфликтов, то это история ведь про то, что конфликт вносите вклад и вы, в том числе. Если бы вы не вносили, то конфликтов бы не было. Кроме этого, хочется спросить немножко отдельно, что между вами общего и мужем, да? То есть, вот, что вас объединяет, что вас связывает, вот, и насколько вы друг другу доверяете, скажем так. Потому что то, что вы описываете, ну, очень похоже на то, что ваш контакт с мужем просто напросто врученство. Вполне может быть, что эта история является следствием того, что вы с мужем вошли в слияние. Изучите, пожалуйста, это в интернете, психологический термин «слияние», и изучите в интернете психологическую игру «скандал». Вот, вы пишите, что, как принять развод, и после стольких лет можно отпустить человека, вот, а в чём здесь для вас сложно, субъективно? То есть, если вы, если вы это сделаете, то что произойдёт, что случится, если вы его отпустите, если вы примете развод, что случится? Вот, давайте начнём пока с этих аспектов. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.